This conference will now be recorded. Добрый вечер, друзья. У микрофона Федор Смородов, преподаватель учебного центра-специалист. И сегодня у нас день открытых дверей, посвященный одной из наших дипломных программ. Обычно каждый день открытых дверей посвящен какому-то направлению или какой-то дипломной программе. И вот сегодня у нас самое интересное среди всех дипломных программ по нейросетям. Я преподаю некоторые из курсов, которые входят в эту учебную программу. И если вы пойдете к нам учиться, то, возможно, мы с вами встретимся. Или, может быть, мы с вами уже встречались на каких-то других курсах. Но я все равно буду рад встретиться с вами снова. Начнем с самого главного. Самое главное, что вы должны вынести с нашего дня открытых дверей, это промокод на чудовищную скидку. Вот его вы должны вынести в первую очередь. И обратите внимание, этот промокод только для вас, только для тех, кто подключился к нашему вебинару. Ни для кого другого он не сработает. Так что скорее его себе запишите где-нибудь. И я вам еще чуть позже его напомню. Давайте ближе к делу. Нейросети в фокусе внимания этой дипломной программы. И мы поступим так. Сначала, пожалуйста, напишите в чате, кто из вас уже с нейросетями сталкивался, хоть в каком-то виде. В двух словах напишите, что вы с этими нейросетями делали или что вы планируете с ними делать. Если вы вообще никогда с этими нейросетями не сталкивались, то напишите в чате к минус и я расскажу про них что-нибудь интересное. Ну, теория – это самое главное. Раньше у нас было много разных популярных алгоритмов для машинного обучения, для глубокой аналитики. А теперь вот всех вытеснили нейросети. Наверное, они чем-то хороши. Наверное, не просто так. Так, а остальные что же молчат? Ну, в основном, я вижу, вы минусы ставите, то есть с нейросетями вы, значит, не сталкивались. Ну, окей, тогда давайте поступим, как обычно поступают в Голливуде. Как известно, чтобы фильм хорошо прошел в прокате, надо в трейлере показать самые интересные моменты из этого фильма, самые лучшие. Вы, наверное, не раз ловили себя на мысли, что смотришь трейлер – и думаешь, какой классный фильм. Потом приходишь в кинотеатр и оказывается, что все самое лучшее вы уже видели в трейлере. Самый лучший способ про рекламировать курс – это, конечно, рассказать самые интересные моменты из него. Рекламная пауза. Ну, Владислав, весь день открытых дверей – это рекламная пауза большая. Вы можете написать ваши пожелания, какие у вас есть вопросы, что вы хотите услышать, что вы хотите узнать. Вы же на день открытых дверей подключились. Задавайте вопросы, я постараюсь ответить. Если вопросов не будет, то я просто расскажу что-нибудь интересное. пока вы пишете ваши вопросики, вот еще покажу пару интересных ссылочек. Вот та самая дипломная программа. Пожалуйста, обратите внимание, вот она у вас в чатике. Можно про нее подробнее почитать. И в ней нужно обратить внимание на два курса. Это два курса, которые завершают эту дипломную программу, и они связаны с практическим применением нейросетей. Один курс по применению нейросетей для компьютерного зрения, а другой для нейросетей, для применения нейросетей, для компьютерного говорения и писания. Да, вот они, ссылочки. Пожалуйста. Так, задавайте еще вопросы. Сколько лет нужно учиться в профессии? У нас в специалисте все курсы представляют собой не классическое образование, как в институте. Не нужно учиться пять лет. Обычно у человека нету столько времени, чтобы в новую разве еще войти. У нас в специалисте тренинги. То есть по окончании каждого курса и тем более дипломной программы вы должны больше уметь, чем знать, для того, чтобы вы сразу могли приступить к работе и делать что-нибудь полезное. И дипломные программы составлены как раз так, чтобы после их окончания вы сразу могли приступить к работе по новой специальности. Так что я бы не стал это в годах измерять. Не стоит на несколько лет это растягивать. Но вы, наверное, хотите спросить, сколько лет нужно не для того, чтобы в эту профессию войти и начать от ней работать, а сколько лет нужно для того, чтобы в этой профессии добиться какого-то признания или успехов. Может быть, вы это имели в виду? Нейросети в последнее время вытесняют все остальные подходы к аналитике, все остальные алгоритмы, все остальные модели. Все это постепенно заменяется нейросетями. И, похоже, в будущем не останется уже ни театра, ни кино, будут одни сплошные нейросети. И, конечно, для нас, для людей будет неплохо, если к тому моменту, когда это настанет, мы с нейросетями уже разберемся и будем в них хорошо ориентироваться. Это еще один дополнительный повод для того, чтобы в эту профессию войти. Вы сейчас, наверное, в курсе про то, что появилось много прикладных рабочих нейросетей типа ЧАД-ГПТ, которые могут за вас выполнять довольно творческую работу. И, похоже, через годик уже нейросети станут обязательным инструментом дополнительным в любой творческой профессии. То есть, люди разделятся на тех, кто будет использовать эти нейросети и тех, кто их так и не освоит. Конечно, надо быть в числе тех, кто эти нейросети будет использовать. А еще лучше быть в числе тех, кто эти нейросети будет настраивать, создавать, развивать, а не просто использовать. Тогда вы получите еще большее преимущество. Но это как владение компьютером. Какое-то время назад люди в профессиональном плане разделились на тех, кто владеет компьютерной грамотностью и не владеет. так же будет и с нейросетями. Лучше к этому подготовиться заранее и хотя бы используя этих нейросетей научиться. А еще лучше научиться ими управлять. Да-да, вот про написание дипломов, вот это все. Но диплом-то написать это небольшое дело. Нейросети способны гораздо на большее. Более того, сейчас я расскажу как это работает и вы поймете, что нейросети могут все то, что может человек. Вот прямо так, все то, что может ваш мозг, то же самое могут и нейросети. Если вы можете писать дипломы, то и нейросеть тоже сможет дипломы за вас делать. А диплом вышел Елена на троечку, потому что поторопился тот, кто этот диплом делал, надо было поаккуратнее с нейросетью работать. Да, если вы при помощи современных нейросетей генерируете картинки, то у людей на этих картинках обычно получается больше пальцев или больше суставов, чем надо. И со связанностью речи, да, пока еще есть проблемы, но эти технические проблемы скоро будут исправлены автоматически, а если бы тот студент немножко повозился бы, как следует, он бы сам это исправил. Так, ну, я вижу, вопросов всерьез нет у вас. Давайте я расскажу, как устроены нейросети, как они работают. И цель моего рассказа в том, чтобы вы почувствовали, что это не так уж и сложно. Раз вы спрашиваете, сколько лет нужно для того, чтобы в эту профессию войти, вы, наверное, думаете, что это прям что-то такое, космические какие-то технологии. На самом деле нейросети это очень простая штука. Вот эти самые мощные нейросети, которые сейчас на слуху, которые генерируют для вас картинки, дипломы о вас пишут и вот это все. Каждая из этих нейросетей это небольшая программа и она занимает на питоне ну, сотню строк кода. то есть написать такую программу недолго. Написать эту программу недолго, но надо только знать, что писать и надо еще эту нейросеть, к сожалению, обучить, натренировать ее на большом массиве исходных образцов, исходных данных. Вот это обычно занимает много времени и сил, а создавать нейросети, то есть писать вот эти программы, это несложно. И вообще-то эту задачу тоже нейросети могут решать не хуже людей. Все, что делают люди, все могут делать и нейросети, в том числе создавать и обучать другие нейросети. Эти нейросети так назвали, потому что если посмотреть на них под определенным углом, можно заметить, что они устроены каким-то похожим образом на человечий мозг. Человеческий мозг состоит из вот таких нервных клеточек, у которых много-много отростков. И каждая нервная клетка вот этими отростками своими соединена с другими нервными клетками. Через какие-то контакты она получает сигналы от соседних нервных узлов, а через другие отростки она раздает переработанные сигналы соседним нервным клеткам. Эти сигналы это просто какие-то электрохимические импульсы, которые передаются с других нервных клеток, как-то там волшебным образом внутри клетки преобразовываются и раздаются дальше. Одна нервная клетка устроена не очень сложно и можно ее смоделировать вот таким вот простым устройством или простой программной моделью. Искусственный нейрон выглядит так. Представьте себе такую конструкцию аппаратную или программную, которой несколько входов и один выход. На вход мы будем подавать как и настоящие нервные клетки какие-то сигналы. Для простоты давайте считать, что это просто нули и единицы. Сигнал есть или сигнала нет. Но каждый вход, то есть каждый отросток нашего искусственного нейрона он оснащен каким-то весовым коэффициентом, который либо усиливает входящий сигнал, либо наоборот его ослабляет. И эти весовые коэффициенты у каждого входа свои. например то, что поступило на первый вход мы усиливаем в два раза. То, что поступило на второй вход мы усиливаем в пять раз. То, что поступило на третий вход мы допустим усиливаем ослабляем наоборот на минус два умножаем и так далее. А сам искусственный нейрон внутри себя эти входные импульсы после обработки весовыми коэффициентами он их просто складывает просто суммирует и если получается значение больше порогового значения какого-то нейрон возвращает единичку. если получается меньше какого-то порога то нолик. Представьте что в нервной клетке еще зашито пороговое значение ну например допустим двоечка. Если по сумме всех входных сигналов после их перемножения на весовые коэффициенты получилось число больше двух то мы выдаем единичку. Если меньше двух то нолик. Вот так работает искусственная нервная клетка. На самом деле современные нервные клетки искусственные они чуть посложнее конечно но даже вот на такой простой модели можно уже строить нейронные сети. Одна нервная клетка мало что может рассчитать и конечно уж она не может рисовать картины или что-то делать такое умное но и мозг наш тоже не из одной нервной клетки состоит поэтому мы вот таких искусственных нейронов возьмем много 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 и соединим их друг с другом каким-нибудь хитрым образом кстати как их соединить вот это вот интересный вопрос и на курсах мы об этом серьезно поговорим эти нервные клетки обрабатывают входные импульсы и что-то там внутри себя рассчитывают выдают простенький результат а мы его заводим на вход других нейронов которые тоже как-то эти сигналы преобразовывают и передают их дальше и когда мы наберем много нервных клеток соберем их в одну нервную сеть и еще каким-нибудь разумным образом построим архитектуру этой нервной сети то тогда уже можно рассчитывать на какие-то более интересные результаты например представьте показываем мы какие-то входные данные ну например какую-нибудь картинку нашей нейросети оцифровываем ее подаем на вход наших нервных клеток они ее перерабатывают передают следующим нейронам следующим и каждый следующий слой нервных клеток может делать какие-то более сложные более умные вычисления относительно входных данных например если первый слой видит только какие-нибудь там точечки или черточки второй слой из них может уже складывать какие-то фигуры третий слой выделять из них какие-то смыслы четвертый слой какие-то принимать решения и тому подобное там по себе идея построения нейросетей она как видите не очень сложная и люди додумались вот до этого очень давно просто не могли это воплотить ни в железе ни в программах потому что не было достаточно мощных вычислительных мощностей нейросети хорошо работают когда у них имеется аппаратная поддержка в которой еще и хорошо распараллеленные вот такие операции простые которые нужны нервным клеткам а сейчас такого оборудования полно сгодится в общем-то любая видеокарта а если уж взять специализированные карты то совсем получается прекрасно ну и учитывая то как много денег в это вкладывается похоже с аппаратным ускорением и с обеспечением ресурсами этих нейросетей проблем не будет электричество правда много придется потратить на процесс обучения этих нейросетей но это вроде тоже проблема решаемая таким образом получается что вот таким подходом нейросетевым можно решать в принципе любые аналитические задачи и если задача слишком сложная то нейросети позволяют ну по крайней мере позволяют попробовать более сложные задачи просто закидать большим количеством ресурсов рассуждаем так не может нейросеть решить задачу значит ей не хватает мозгов давайте добавим больше нейронов давайте добавим еще больше слоев добавим ей еще больше мощностей как животному увеличим размер мозга и оно станет умнее и наша нейросеть тоже сможет решать более сложные задачи с нейросетями правда не все так гладко конечно во-первых их надо обучать прежде чем нейросеть заработает надо долго долго ее натаскивать на исходных данных создать вот такую нейросеть самую сложную даже на сегодняшний момент это написать на питоне сотню строк кода это не сложно но изначально каждая нервная клетка она же ничего не умеет и хитрость в том чтобы ее обучить правильно думать а это значит надо правильно подобрать вот эти коэффициенты а для того чтобы их правильно подобрать надо взять большой набор каких-нибудь фотографий или что вы там хотите с нейросетями анализировать очень много чем больше тем лучше и по многу раз поочередно перебирая вот эти фотографии показывать их нейросети и посмотреть насколько она хорошей дает ответ если она дает ответ плохой то надо весовые коэффициенты в этих нейронах корректировать для этого есть специальная техника специальные алгоритмы но этот процесс очень-очень долгий многоходовый много-много циклов переборов приходится сделать для того чтобы коэффициенты в этих нейронах подстроить как надо вот на это уходят ресурсы вот на это уходят силы но зато если нейросеть у вас все-таки успешно обучится то она сможет решать такие задачи которые вы даже формализовать не сможете для других алгоритмов то есть которые не имеют какого-то расчетного решения ну например вот по фотографии возраст человека определить или опять же вот сочинять какие-нибудь тексты дипломы такой подход кажется довольно грубым для решения задач но тем не менее он работает если действительно вы не очень ограничены в ресурсах и можете позволить себе потратить много электричества и много времени то скорее всего применение нейросети даст эффект и все получится ну например вот нейросети умеют рисовать картинки вы может быть пробовали а если не пробовали уж точно вы видели как они это делают либо выдумывают картины сами либо по описанию генерируют либо по какой-то фотографии добавляют эффектов представьте что мы возьмем нашу нейросеть и будем обучать ее удалять из фотографий шум или какую-нибудь грязь или какие-нибудь дефекты то есть мы ей показываем замусоренную фотографию какую-нибудь там испорченную с пятнами и показываем ей правильный результат как эта фотография должна выглядеть мы хотим чтобы она научилась убирать мусор из фотографии и обучив такую нейросеть мы можем потом подсунуть ей просто шум просто непонятную шумную картинку на которой ничего нет и попросить восстановить из нее фотографию и вот это получится уже какой-то творческий процесс как будто нейросеть пытаясь как человек собственно делает пытаясь додумать чтобы на этой картине могло померещится по сути рисует новое изображение на котором может быть что угодно вообще может быть или можно еще тоже часто применяют такую технологию заставить две нейросети соревноваться друг с другом одну нейросеть обучать обманывать другую нейросеть а другую нейросеть параллельно обучать противодействовать этому обману и вот в таком конкурентном режиме они обе учатся противостоять друг другу и каждая прокачивает навык противоположный навыку другой нейросети в общем с нейросетями открываются замечательные перспективы когда когда мы уже научились не просто строить одну нейросеть для решения какой-то частной задачи а мы уже эти нейросети сами целиком используем как строительные блоки для построения каких-то более сложных моделей более сложных механизмов раньше нейросеть рассматривалась как просто вот конечная цель мы хотим получить нейросеть которая решает нашу частную задачу чего-нибудь там распознает или пишет дипломы или что-то еще в наше время нейросеть мы рассматриваем не как конечный результат а как строительный элемент как гайку с винтом из которых можно сделать более сложные механизмы и нейросеть становится лишь частью нашего большого сложного проекта состоящего может быть из нескольких нейросетей которые друг с другом либо взаимодействуют либо конкурируют либо друг друга там как-то усиливают и дополняют поскольку возникает большой соблазн любые задачи неразрешимые решать при помощи нейросетей очевидно эти нейросети будут применяться все более и более широко и вы будете их использовать в повседневной жизни ну так же часто как вот Excel какой-нибудь там вы используете или просто компьютер так что имеет смысл в будущее войти уже подготовленным и конечно самый лучший способ доверить это дело учебному центру специалистов вы наверное как-то хотите уже прокомментировать возразить или какие-то новые вопросы у вас появились пока вы думаете над вопросами давайте я временно передам слово Янине нашему специалисту по трудоустройству она расскажет нам что-то интересное про состояние рынка труда в разрезе выпускников курсов машинного обучения давайте послушаем что она нам скажет Добрый вечер уважаемые слушатели как меня слышно спасибо что остаетесь с нами Федор Анатольевич спасибо большое за очень интересное вступление я прошу передать мне права пока еще не могу подключить свою презентацию все вот появилось я прошу отметить в чатике видно ли мою презентацию спасибо большое все увидела и так попредставлюсь еще раз меня зовут Янина я представляю службу трудоустройства учебного центра специалист и в принципе в течение ближайших минут что вас ждет я расскажу про программу поддержки трудоустройства наших выпускников учебного центра специалист расскажу правоостребованность профессии инженер или разработчик систем машинного обучения уровня заработных плат какие вопросы задают на собеседование и так для начала расскажу что в нашем учебном центре действует программа поддержки трудоустройства выпускников включающая в себя Бесплатные индивидуальные карьерные консультации для всех, кто обучался за свой счет в нашем центре. Это включает в себя помощь с подготовкой к качественному резюме, подготовкой к собеседованию. Кроме того, мы регулярно собираем вакансии и стажировки у наших партнеров, организуем дни карьеры, приглашаем наших партнеров на наши онлайн мероприятия, где работодатели презентуют свои вакансии и так далее. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, вернемся непосредственно к теме нашего сегодняшнего интересного мероприятия «Актуальность и востребованность профессии разработчик систем машинного обучения». По данным рекрутинговой компании GetExperts, это бывший кейс, кейс, если вы знаете, средние минимальные и максимальные заработные платы по данным на сентябрь 2022 года для Москвы и Санкт-Петербурга вы видите на своих экранах на слайде. В размере компании разработчики по Офинтех, системные интеграторы и корпоративные разработки. Как вы видите, заработные платы достаточно высокие, но, конечно, здесь предполагается, скорее всего, уровня высокого сеньор или мил. Для входа в профессию в идеале, ну, считается, что в идеале лучше иметь математическое и экономическое высшее образование. Нужно понимать, как работает сфера Data Science. Идеальные стартовые площадки для перехода к машинному обучению – это Data Scientist, Data Analytic, разработчик на Python. При желании, ML-инженер всегда может перейти в аналитику данных, Data Science, Full-Stack разработка и всегда будет востребован в этих направлениях. Собственно, если говорить про джунов, то джуниор ML-инженер или специалист, который хочет попасть на машинное обучение из смежных областей, может рассчитывать на заработанную плату, ну, в районе от 70-80 тысяч рублей, и тогда в задачи такого начинающего специалиста будут входить подготовка данных, сбор выборки по определенным параметрам и постояние несложных моделей под присмотром опытного специалиста. Итак, исходя из опыта, которым делятся различные специалисты в области машинного обучения, что же может ждать на собеседовании такого инженера, систем машинного обучения? Ну, прежде всего, на собеседовании спрашивают про релевантный опыт, есть вопросы, касающиеся теории машинного обучения, решения алгоритмических задач, вас могут попросить спроектировать решение задачи, то есть спроектировать некий дизайн от начала до конца, до вывода задачи, собственно, в продуктовый режим, исправление ошибок в коде, могут предоставить вам для решения задач по математике, логике, матстатистике и классическое поведенческое интервью для того, чтобы подсоединить, насколько кандидат вписывается в компанию, в непосредственную команду разработчиков по культуре и ценностям. Собственно, в помощь еще в процессе обучения я вам рекомендую изучать опыт коллег для того, чтобы заранее уже готовиться к собеседованию, изучать подборки тестовых заданий различных компаний, проходить тренировочный МОК-интервью, есть для этого определенные сервисы, сайты для тренировки и прохождения так называемых ФАНК-интервью, это Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google, такая аббревиатура. Сайты представлены на экране, очень полезные сайты. Итак, собственно, это все, что я в целом хотела рассказать. Все, что вы видите, все вместе вы можете полноценно и последовательно освоить на нашей дипломной программе разработчик системы машинного обучения. Если есть какие-то вопросы ко мне или к моему коллеге Федору, прошу додать в чатике. И напоминаю, что учебный центр специалист – ваш путь к успеху. Уважаемые слушатели, мы потихонечку движемся к завершению. Если есть какие-то вопросы, вы можете их задать в чатике. Чатик мы читаем. Уважаемые слушатели. Так, у микрофона снова Федор Самородов. Давайте я отвечу на вопрос Елены. Елена спрашивает, почему один из курсов, а именно вот этот вот, про обработку текста и звука, почему не указано расписание? И можно ли записаться на дипломную программу, если… Друзья, когда вы записываетесь на дипломную программу, вам не обязательно сразу подстраиваться под конкретное расписание, вам не обязательно сразу выбирать даты всех курсов. А если вы их даже уже выбрали, потом можно их подвинуть в прошлое, в будущее, как вам будет удобно. Это можно потом все переиграть. Так что, когда вы придете записываться на дипломную программу, у вас будет большой выбор вариантов. И потом в любой момент можно эти курсы тоже подвинуть. Так что это не проблема. На этот счет не переживайте. Валдеслаб спрашивает, можно ли мозг человека считать нейросетью? Ну, как обычно, на этот счет есть две точки зрения, и они противоположные. Мы вроде как считаем, что создавая нейросети, мы приближаемся к моделированию нашего мозга. Такая есть точка зрения, что прокачивая наши нейросети, мы все более и более такой человекоподобный какой-то мозг создаем. Точнее, не мозг, а механизм мышления. А есть другое мнение, что совершенно по-другому работает наше сознание, и мы просто пока даже не представляем, как. А наши попытки моделировать человеческое сознание при помощи нейросетей, ну, это что-то такое примитивное, типа как пытаться сделать самолет, имитируя махание крыльями. А наше сознание на самом деле летает на совершенно других принципах. Так что у меня нет для вас готового ответа на этот вопрос. Другое дело, что тут сразу хочется спросить, а как мы будем управлять дальше такими сложными нейросетями? Как показывает человечья история, люди могут, в принципе, создавать довольно сложные штуковины, но гораздо тяжелее людям дается управление этими сложными процессами, сложными механизмами, сложными какими-то там явлениями. Вот посмотрите, например, как индустрия программного обеспечения устроена. Сложные программы мы писать научились, а вот управлять ими там дальше, поддерживать это гораздо сложнее. И не получится ли так с нейросетями, что создавать нейросети умнее нас мы научимся, а вот управлять ими не очень. И тогда научная фантастика подсовывает нам разнообразные варианты дальнейшего развития событий. Танислав Лем много десятилетий назад этими вопросами в период созадачился, но все его ответы вам не понравятся, которые он нашел. Какие у вас еще остались вопросы, друзья? Постараюсь ответить на них. Давайте еще раз напомню про самое важное. Надо запомнить вот этот промокод. Давайте я вам еще в чатик его напишу. И когда придете записываться на нашу дипломную программу, обязательно его предъявите. Он работает только для тех, кто посещал наш День открытых дверей. Так, ну что же, я вижу, вопросы иссякли. Давайте тогда на этом будем прощаться. Приходите к нам учиться и до встречи на других интересных курсах. Благодарю вас за внимание. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok